Здравствуйте! Наверняка многие из нас любят апельсины. Сегодня мы расскажем, как выращивают эти цитрусовые, а также как производят апельсиновый сок. Цитрусовые, в том числе апельсины, выращивались в течение последних 4000 лет на юге Китая и в Юго-Восточной Азии. Один сорт – цитрон – был завезен на Ближний Восток где-то между 400 и 600 годами до н.э. Арабские торговцы доставляли апельсины в Восточную Африку и на Ближний Восток где-то между 100 и 700 годами нашей эры. А во время арабской оккупации Испании цитрусовые впервые попали в Южную Европу. Оттуда они были перенесены исследователями в Новый Свет, где к 16 веку распространились во Флориде и Бразилии. К 1800 годам цитрусовые получили всемирное распространение. Апельсины относятся к семейству рутовых, а цитрусовые относятся к роду цитрус. Апельсины, как и все цитрусовые, представляют собой особый вид ягод, который ботаники относят к гисперидиям. Популярные виды апельсинов включают обыкновенные, овальные, пупочные, корольковые и другие. Процесс производства апельсинов начинается с питомника. Здесь за тысячами саженцев будут ухаживать в течение трех месяцев. После этого они будут переданы в хозяйство по выращиванию цитрусовых. Так, в штате Флорида апельсиновые плантации занимают более 200 тысяч гектаров. От посадки саженцев до сбора первого урожая апельсинов потребуется от трех до пяти лет. Подросшие деревья обрезаются при помощи специальных машин. Такую обрезку необходимо делать каждый год, чтобы контролировать высоту деревьев. В конце января-начале февраля апельсиновые деревья начинают цвести и потребуется еще около шести месяцев до того, как будет получен первый урожай. В то время, пока цветы только начинают распускаться, растения опыляют пробиотиком, чтобы защитить растения от нападения тли и других вредителей. Апельсины выращивают в разных странах. Мало кто знает, что Бразилия не только страна карнавала, но также и страна апельсинов. Оказывается, большинство популярных цитрусовых в наших супермаркетах на самом деле родом из Бразилии. Большинство апельсинов собирают в бразильском штате Сан-Паулу. Здешний климат идеален для выращивания апельсиновых деревьев. На одной такой плантации растет около 40 тысяч апельсиновых деревьев. Сбор урожая проходит с июля по декабрь месяц. Хороший сборщик может собирать до двух тонн в день. Работа на плантации во время уборки урожая собирает 17 тысяч сезонных рабочих со всей Бразилии. Они приезжают собирать апельсины, чтобы заработать денег. В жарких странах апельсины часто бывают зелеными, но это не имеет значения. Если посмотреть на эти апельсины, то невозможно сказать, какой апельсин созрел и готов к употреблению. Дело в том, что цвет кожуры ничего не значит, когда речь идет о вкусе. Эти все три фрукта созрели. Цвет кожуры зависит только лишь от температуры. Прохладная ночь превращает фрукты из зеленых в оранжевые, а жара может снова сделать фрукты зелеными. Так работает естественный краситель хлорофилл. Например, в Таиланде зеленые апельсины продаются как совершенно зрелые фрукты. Мы потребляем больше апельсинов, чем любых других фруктов, если считать и апельсиновый сок тоже. Руки нужно защитить перчатками, так как апельсиновые деревья имеют острые шипы. Для ног тоже нужна защита, чтобы защититься от змей. И хотя они встречаются редко, это поможет. Надо быть осторожным. Это первая заповедь, потому что в жарком климате гремучие змеи чувствуют себя очень комфортно. Утро – это лучшее время для сбора фруктов, потому что не так жарко. Если утром жара еще терпимая, то во второй половине дня она усиливается до 40 градусов. Самый главный инструмент для работы – это мешок. Он вмещает около 25 килограмм апельсинов. С таким мешком рабочий за день собирает до 2 тонн апельсинов. Сборщику также потребуется лестница, так как деревья имеют высоту до 5 метров. Сбор апельсинов – тяжелая работа, и она производится вручную. Эти ребята быстро и усердно работают под палящим солнцем. Они раскачивают свои лестницы на деревьях, полагаясь на них как на опору. Они проникают глубоко внутрь дерева, пробираясь через острые царапающие ветки, чтобы найти плоды. Поэтому без защитных рукавов здесь не обойтись. Они надежно защищают руки от царапин. В перчатках апельсин проще вращать при съеме дерева. В саду стоит невероятно приятный запах апельсинов. Но не следует радоваться слишком рано, потому что не только шаткие лестницы, шипы и жаркий климат затрудняют работу сборщиков. По мере сбора апельсинов растет физическое напряжение от веса собранных фруктов. С каждым собранным апельсином мешок становится все тяжелее и тяжелее. И тут нужно быть предельно осторожным, так как легко можно потерять баланс и свалиться с лестницы. Работники готовят большой мешок для апельсинов. В него может поместиться около 20 маленьких мешков. Собранные апельсины отправляются в упаковочные центры, где их проверяют, очищают и сортируют. Мытье необходимо для предотвращения быстрого гниения апельсинов. Здесь они расфасовываются для продажи в виде целых фруктов или отправляются на заводы для переработки в сок. Никто точно не знает, кому первому пришла идея выжимать апельсины, чтобы сделать из них сок. Сегодня многие люди начинают свой день выпивая стакан апельсинового сока. Более 80% собранных апельсинов используются для производства апельсинового сока. Двумя основными его производителями являются Флорида в США и Сан-Паулу в Бразилии. Производство апельсинового сока в этих двух странах составляет примерно 85% мирового рынка. Настоящий свежевыжатый сок трудно продать на рынке, потому как для его сохранения требуется специальная обработка. Апельсиновый сок обычно продается в трех формах. В виде замороженного концентрата, который после покупки разбавляют водой. В виде восстановленной жидкости, которая была концентрирована, а затем разбавлена перед продажей. Или в виде неконцентрированного напитка одной крепости под названием NFC или Not From Concentrate. Больше всего апельсиновый сок продается на международном уровне в виде замороженного концентрированного апельсинового сока, чтобы уменьшить используемый объем, а также снизить затраты на хранение и транспортировку. Промышленное производство соков началось в конце 1920-х годов. В то время отрасль в основном полагалась на собранные фрукты, непригодные для обычного потребления, которые были деформированы, неравномерно окрашены или имели пятна. В 1930-х годах была создана посуда с фарфоровым покрытием, а новые достижения в методах пастеризации привели к улучшению качества сока. В это время отрасль значительно расширилась. В 1944 году ученые нашли способ концентрировать фруктовый сок в вакууме и замораживать его без потери вкуса и содержания витаминов. После этого популярность апельсинового сока значительно выросла. С увеличением количества домашних холодильников замороженный концентрат стал еще более популярным. В самом чистом виде апельсиновый сок производится непосредственным выжимом свежего фрукта без добавления консервантов и других добавок. Привлекательность такого сока бесспорна. Свежевыжитый сок содержит витамин С и имеет подлинный вкус. Апельсины доставляются на переработку и поступают в наклонный желоб. Он предотвращает повреждения апельсинов, которые направляются в мойку. Из распылителя мыльная вода поливает апельсины, а вращающиеся нейлоновые щетки очищают их и одновременно продвигают вперед. Другой распылитель обмывает апельсины чистой водой, так как вращающиеся щетки продолжают чистку. Затем апельсины попадают на роликовый конвейер, над которым вращаются мощные вентиляторы. Выходящие из подсушки апельсины проверяет контролер на наличие повреждений, а также соответствие требованиям зрелости для переработки. Апельсины продолжают двигаться через вращающиеся щетки. Щетина на этих барабанах значительно нежнее, чем на первых. Они полируют кожуру фруктов и удаляют оставшиеся загрязнения. Наконец, апельсины попадают с конвейерной линии в накопитель. Теперь чистые апельсины можно использовать для изготовления сока. Можно быть уверенным, что фрукты без загрязнений не смогут испортить продукт. В качестве последней меры предосторожности окончательную проверку фруктов проводит оператор производства сока. Если оператор полностью удовлетворен чистотой и общим состоянием фруктов, он загружает апельсины в экстрактор. Для этого нет необходимости разрезать фрукты. Они подаются в машину целыми. Система подает апельсины по одному в экстрактор, который прокалывает фрукты, а металлические зубья снимают кожуру. Машина выжимает сок и одновременно отфильтровывает семена и пленку между мякоти апельсина и кожурой. Сок поступает в приемный бак. В нем имеется фильтр, который позволяет получать сок нужной консистенции. Таких фильтров может быть несколько для разных консистенций сока. Сок разливается в пластиковые кувшины. В них непастеризованный сок не будет подвергнут брожению. Вместо пастеризации такой свежевыжатый сок подлежит немедленному охлаждению. Непастеризованный апельсиновый сок не имеет длительного срока хранения, но его отличие – неизменный подлинный вкус и цвет. Такой сок можно хранить в холодильнике всего лишь несколько дней. Его лучше пить холодным. Технология производства пастеризованного апельсинового сока немного отличается. Пастеризация позволяет сохранять апельсиновый сок длительное время. Недостаток этого метода в том, что из сока удаляется кислород, из-за чего вкусовые качества сока значительно снижаются. Поэтому в дальнейшем в сок приходится добавлять ароматизаторы, сделанные из сушеных апельсинов. Такие соки получают при помощи добавления воды в концентрат. Как и при производстве обычного сока, фрукты проходят все стадии очистки, в том числе удаления бактерий. Удаляются испорченные фрукты. Качественные апельсины перед отжимом сортируют по размерам. Это имеет решающее значение перед экстракцией. От того, как организован этот процесс, будет зависеть качество готового продукта. Так, у апельсинов с толстой кожурой содержится много горькой смолы, которую следует тщательно отделить, чтобы она не могла повлиять на вкусовые качества сока. В промышленности широко используются два метода автоматизированной экстракции. Первый метод – это когда фрукты помещаются между двумя металлическими чашками с заостренными металлическими трубками у их основания. Верхняя чашка опускается, и трубки на каждой чашке сцепляются, чтобы выдавить сок. Кожура собирается между двумя заглушками, а сок вытесняется через отверстия в стенках трубки. При втором методе экстракции апельсины разрезают пополам до извлечения из них сока. Поступающие фрукты разрезаются, когда они проходят через стационарный нож. Разрезанные части фруктов захватываются резиновыми присосками и перемещаются по пластиковым зубчатым направляющим. Зубцы вращаются и выжимают сок из половинок апельсина, пока они перемещаются по конвейерной линии. Современное экстракционное оборудование такого типа может нарезать, развернуть и извлечь кожуру примерно за 3 секунды. Затем извлеченный сок фильтруется через нержавеющее стальное сито. После этого сок будет готов к следующему этапу переработки. На этом этапе сок может быть охлажден или проведено его концентрирование, если он предназначен для дальнейшего восстановления. Пастеризованный экстракт концентрированного сока примерно в 5 раз более насыщенный, чем разбавленный отжатый сок. Разбавленный водой он используется для приготовления замороженных соков и многих других готовых к употреблению напитков. Концентрация полезна, потому что она продлевает срок хранения сока и делает хранение и транспортировку более экономичными. Пастеризованный сок разливают по картонным упаковкам или пластиковым бутылкам. Иногда производители для улучшения качества смешивают апельсиновые соки, полученные из апельсинов разных регионов и даже собранных в другие сезоны. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok